Друзья, всем привет! Сегодня хочу рассказать вам о своей небольшой коллекции кактусов и рассказать о том, с чего все началось, то есть с чего началось мое увлечение суккулентами. Кактусов у меня в коллекции немного. Некоторых по несколько экземпляров. Этой весной я планирую их разделить. Часть продам, потому что у меня нет места. Если бы было место, я бы разводила, наверное, штук по пять бы каждого вида. Очень мне они нравятся. Ну вот как-то надо тесниться моим растюхам. Так вот, с чего все началось? Началось все с вот этого старичка. Вот такой страшненький гимноколицу он. Смотрите. Зовут его Василий. Появился он у меня лет, наверное, 11 назад. Как и откуда, я уже не помню. Скорее всего, кто-то отдал. Я его посадила в жирничий чернозем, которого у нас в достаточном количестве, потому что я проживаю в центральном черноземье. Посадила его без дренажа, без песка, только сплошной чернозем. Сейчас даже такое в страшном сне не приснится. Но тогда это было очень даже реально и правильно. Так я считала. Поливала я его от души, воды не жалела, земляной ком не успевал пересыхать. И мой Василий, так я его назвала, у меня, кстати, есть еще один Василий, Васенька Литопс, который единственный выжил после кошачьего погрома. Вот у меня два Василия. И вот этот самый первый Василий проживал у меня в таких условиях. Воды я ему не жалела, поливала от души, земляной ком не успевал просыхать, как Василий мой получал, опять же, очередную порцию живительной влаги. Ну, так я тогда думала. Вода – это жизнь. Ну, и Василий не выдержал, начал сдавать. Постепенно у основания его, вот здесь, начала образовываться гниль. Это вот гниль ей уже порядка восьми лет, вот эта. Она то увеличивалась, то уменьшалась на какое-то время, когда я забывала его полить раз в два-три дня, как и все листовые растения. Помимо этого, мои коты тащили об него все свои зубы. И в нескольких местах он был, да даже не в нескольких, а практически везде. Вот на ребрах отсутствуют колючки. Вот смотрите. Нет колючек. Вот внизу особенно. Остался он без колючек. Все ребра его были в шрамах. Постепенно они зарастали. Но все равно вид его становился уродливым. Наверное, за лет девять, да нет, за восемь, наверное, он не увеличился в размерах совершенно. Только стал уродливый. Но даже в таких убийственных условиях он продолжал цвести. Я на него уже не обращала внимания, продолжала поливать, потому что живой и все. Вот так существовал и пытался выжить мой Василий долгие-долгие годы. Но однажды я заболела суккулентами. Вернее, как заболела. Думаю, дай-ка я прикуплю себе еще в торговом центре парочку кактусов. И вот купила несколько маленьких. Уехала на работу. И дочка присылает мне фотографию вот этой мамиллярии. Она была тогда чуть побольше, чем сейчас детки на ней. Раза в два, наверное. Вот это. Она мне присылает фотографию, где она зацвела. У меня глаза загорелись. Я увидела эту фотку. Такие яркие малиновые цветы. Такие нарядные. У меня глаза загорелись. Из орбит полезли. И я, наверное, стала похожа на Рокки из мультфильма Чип и Дейл. Сыр! Вот. И с тех пор у меня ненасытное чувство. Я скупаю все суккуленты в бешеном количестве. Стала интересоваться их уходом, разведением. Ну и вот продолжается это по сей день. И вот, когда я заболела суккулентами, я подумала, вау, у меня уже есть один цветущий кактус. Причем свел он постоянно, вне зависимости от того, болел он, не болел. Свел он постоянно. У меня есть цветущий кактус, но какой-то он страшненький. Что-то значит с ним не так. И тут я всерьез задумалась о здоровье Василия, изучила условия содержания, усвоила наконец-то, что лучше не долить, чем перелить. Даже узнала, что кактусы болеют раком. Вы знали? Да, у кактусов есть рак. Природа его не изучена. Ну, предположительно, считается, что рак у кактусов появляется от проникновения какого-то вируса в ткани. Тело кактуса начинает хаотично разрастаться. Получаются бугры. И те, кто ученые вообще, те, кто занимается кактусами, они предлагают вам выбросить это растение. То есть не лечить его, не как-то спасать, потому что до сих пор не знают, от чего это происходит. И советуют расстаться с этим растением. И вот пересадила я своего Василия. Он попер, увеличился за полгода раза в три, наверное. И постоянно цветет. Мне, конечно, очень стыдно. Очень стыдно перед Василием. Я просила у него прощения. Надеюсь, Васенька меня простил. Но вид все равно у него остался вот такой страшненький. В этом году я планирую вот эту сухую гниль, которая возле основания, то есть переукоренить его, отрезать его даже в их здоровых тканях и укоренить. Вообще гимнокалицуумы очень хорошо укореняются. У меня в прошлом году не вышли из зимовки несколько растений. И в том числе один гимнокалицуум. Я полила, то есть, ну, из зимовки нужно выводить поливом растения постепенно. Сегодня полили чуть-чуть совсем. Дни через пять еще чуть-чуть полили. И потом прибавлять-прибавлять полив, потому что корни должны проснуться, либо нарастить. Растения должны новые, так как старые, они отсохли, потому что долгое время были без полива. Ну, а я бухнула бешеную порцию воды, потому что, как всегда, некогда этим заниматься. Будь что будет. Ну, и вот кто-то выжил, а кто-то нет. И вот такой гимнокалицуум, да не такой, а именно вот этот гимнокалицуум. Вот смотрите. Вот сейчас у него нормальное, прекрасное состояние. Я его достала из почвы, он был полностью гнилой. То есть сгнили не только корни, но и все его тело. И мне пришлось его обрезать. Обрезала я его, оставила, наверное, одну четвертую. Вот не совру, одну четвертую от всего растения. Причем срез получился неровный, как должен быть. А я также еще воскребала из центра кактуса все больные пораженные ткани. То есть он получился с большим-большим углублением. Но я думала, что он не выживет. Он подсох, и где-то в течение месяца он укоренился. И вот он опять растет и, правда, не цвел. В этом году он не цвел. Но ему недоцветение было. Вот так что Васенька растет и радует меня до сих пор. Да, еще одна фишка цветущих гимнокалициумов. Вот отсветшие цветки вот эти. Вот смотрите, он цвел. Красненькие стебли, они пока остались. Их ни в коем случае нельзя отрывать. Они должны отсохнуть сами, потому что в следующий раз кактус цветет именно на этом месте. Это уже проверено. Опять же, моими котами проверено. Которые срывали с него бутоны, и он долгое время не цвел. Потом я прочитала о том, что нельзя обрывать цветки. Теперь так все время делаю. То есть они отсыхают полностью. И тогда я их удаляю уже отсохшими. И вот из этого примера, моего гимнокалициума Василия, можно сделать вывод, что кактусы вообще являются непритязательными растениями, несложными в уходе. Но это не значит, что нужно забросить их и пустить на самопроизвол. Потому что любое растение требует ухода надлежащего. У меня страшная коллекция. Я ее совершенно забросила. У меня нет места. И она у меня живет у мамы в соседней квартире. И руки у меня вообще до нее не доходят. Вот сегодня я их всех перенесла. Чуть-чуть полила, потому что нужно их уже выводить из зимней спячки. Они у меня долгое время не политы. Посмотрела. Все вроде живы-здоровы. Но и решила пока не здесь, показать их вам наглядно. Что у меня есть. Горшки, конечно, у меня страшные под ними. Особенно вот этот. Это самодельный горшок. Он, по-моему, из гипса. Я уже не помню, с чего я его делала. На форму натягивала тряпку. Потом промазывала гипсом. Потом опять следующий слой. И потом красила. Вот он некачественный получился. И весь облупился, облетел. А вот этот вот точно такой же. Ну, достаточно неплохой. И достаточно прочный. Сейчас поставлю на паузу и покажу. Вот. Это самодельный горшок. Нормальный он. Не тяжелый. Растению в нем вроде нравится. Все поставила на место. Соединила. Опять как было. Как я уже сказала, они у меня находились месяца три на зимовке без полива. Но зимовка относительно. Просто я их не поливала. Они стояли на подоконнике. В комнате температура 18 градусов где-то. Это не очень много. Но больше я им. Меньше, вернее, условий температурных я им создать не могу. Кактусы относятся к семейству гвоздичноцветных. Считается, что появились они более 30 миллионов лет назад, по предположению ученых. История их возникновения до сих пор окутана тайной. Хотя, предположительно, их возраст огромен, но ископаемые останки этих кактусов ни разу не были найдены. Считается, что родиной кактуса является все та же Африка. Либо Вест-Индия, где на наскальных рисунках древних ацтеков были найдены изображения кактусов, которые схожи сейчас с современными видами. В ходе эволюции кактусы... Ну, конечно же, они такие изначально не были. В ходе эволюции они постепенно изменялись, приспосабливаясь к условиям проживания. Африка — это естественная жара, зной, минимум воды. И вот в процессе эволюции они формировали свой вот такой теперешний внешний вид. Слабые растения погибали, а сильные выживали благодаря редуцированным колючкам, редуцированным листьям, колючкам. То есть колючки у кактуса — это листья, но редуцированные, то есть видоизмененные. И выживали благодаря своим толстым стволам, в которые накапливалась влага. Так, что я еще помню из истории? Название кактус берет свое название от слова «кактос». Этим названием в то время называли все виды растений, которые были неизвестны. И только в XVIII веке Карл Линей объединил все колючие растения и назвал их одним словом «кактус». То есть название «кактус» идет из XVIII века. Также я где-то читала, что первые кактусы появились в XVII веке в Санкт-Петербурге. Сейчас в природе встречается большое количество кактусов, в том числе и в России они произрастают. Есть хорошо зимующие кактусы, но лидирует по количеству кактусов Мексика, потому что в Мексике собраны все виды, все родовые виды, не гибриды, конечно, а в живой природе собраны все виды, которые только имеются вообще на всей планете. Так, теперь я написала шпаргалку себе. Сейчас я возьму под пункты про уход. Свет. Ну, освещенность яркая достаточно. Полезно выносить кактусы на улицу летом. У меня они стоят на улице, обдуваются ветром, солнце на них светит. То есть яркий солнечный свет предпочтительно. Зимой вот сейчас они у меня без полива, стоят на, наверное, на западном даже окне. Там очень темно, учитывая, что наша зима совершенно не зима, а вообще какая-то глубокая осень мрачная. Вот. Ну, при условии низкого полива макушки вроде не тянутся и сохранили свои формы. Дальше. Так, температура. Ну, температура от 18 и выдерживают и до 50 градусов. Опять же, если в квартире или в доме у вас очень холодно, то с поливом нужно быть осторожным, потому что корневая система может загнить. Кактусы нуждаются в периоде покоя, так как именно в этот период они формируют цветочные почки. Кстати, про цветение. Кактусы закладывают цветочные почки именно на том месте, которое больше всего обращено к свету. То есть, если вы хотите... Вот говорят, что кактусы нельзя вертеть. То есть, если он у вас стоит одним боком к солнцу, его нельзя вертеть, потому что он сбросит либо бутоны, либо у него не заложатся почки. Я пробовала делать по-другому, вертела, потому что кактус тянется к свету и он получается однобокий. Его приходится постоянно вертеть, чтобы ствол его был ровный. Ничего он не сбрасывает, бутоны он не сбрасывает, даже уже такие набухшие бутоны, уже появившиеся бутоны. Никогда он у меня не сбрасывал. Ни одно растение, ни один вид. Многие цвели, и ни один вид не сбрасывал цветы. Поэтому я считаю это мифом. Я с этим не согласна. Так, что у нас дальше? Грунт. Ну, грунт такой же, как у всех суккулентов. Обязательно рыхлый, обязательно на дно горшка дренаж. И вот мои кактусы посажены неправильно. Это я вам точно говорю. Нет, грунт у них нормальный, но сверху у них очень мало присыпки. Кактусы обязательно нужно все присыпать сверху. Либо гравием, либо галькой. Ну, не плотно, а так, чтобы был доступ воздуха в грунт. Это делается для того, чтобы у вас не загнила корневая шейка. Мои растут неправильно. Я сегодня посмотрела вот эти даже. Они прям за время зимовки ушли полностью в землю. Я их немножечко разрывала. Чуть-чуть покапала под них. И разрывала, чтобы полить. И чтобы влага не соприкасалась с телом. Видите, вот он сморщенный. Это он долгое время стоял без воды, без полива. Поэтому нужно уже постепенно к марту месяцу их приводить в порядок. Наверное, может быть, в следующий раз, когда приеду, я их пересажу. Хотя бы некоторые. Найду горшочки и пересажу правильно. Что касается горшков. Горшки подбираются в основном по корневой системе растения. Либо по форме. Вот, допустим, этому кактусу в этом горшке прекрасно. Горшок, я не знаю, сколько сантиметров. Ну, где-то, наверное... Где-то, наверное, не лезет. Ну, приблизительно, наверное, сантиметров 12 по диагонали. И вот ему очень хорошо в этом горшке. Он себя нормально чувствует. Но если бы он изначально не был убит неправильным уходом, то он бы вообще был красавец. Вот этому уже тесновато здесь. Его нужно обязательно пересаживать. Причем размеры этого горшка. Я его в прошлое весной сажала в этот горшок. И от каждого края он недоставал сантиметра по два. Вот так он вырос за лето и за осень. В этом году опять он требует больше. Ну, они вообще очень большие пузатые растения, вот эти. Но сдерживать его рост я не хочу. Я хочу, чтобы он был огромный. Я его обожаю. Мне так они нравятся. У них мощнейшие иголки. Древние люди использовали иголки кактусов в медицинских целях, в бытовых целях. Зашивали их. Вот ее трогаешь, она даже гремит, звенит. Такие музыкальные иголочки. Но мощные. Не дай Боже наступить на такой кактус. Так, сейчас немножко расскажу по видам. Виды я определила не все. Вот, какие попались. Это, наверное, я осенью занималась этим вопросом, когда было время. Это медиалабивия. Медиалабивия растет вот такой куртиной. Она разрастается. И потом на стволиках, на ее, на плодовых телах появляются по несколько цветочков на ножках ярко-малинового цвета. Необыкновенно красивый кактус, необыкновенно красивое цветение. Цветы очень крупные. Если сравнивать их с плодовым телом, то есть со стволом кактуса, то цвет даже превосходит по размеру сами стволы. Это медиалабивия. Этот вид я не знаю. Они вроде как... Они росли у меня куртиной. Несколько из них я продала. Штук шесть, наверное, здесь было. А вот эти они все какие-то разные. Хотя покупала я их давным-давно мелкими-мелкими детишками в одной куче. Ну, видимо, как попали семечки, так и выросли. Не стали их разделять. И иголки у них разные. Вот если кто знает название вот этого кактуса, пожалуйста, подскажите мне. Я искала и не нашла. Он цветет. Цветет по кругу. Вот даже засохшие бутоны остались еще с прошлого года. Вот они, вот они. Вот так он цветет. Прям по кругу. Эту лошадку я тоже не знаю, как называется. Он уже достаточно большой. Вот линейка 16 сантиметров. Он как раз ровно 16 сантиметров. Очень толстый. Также цветет по кругу. Ну, это мамиллярия. А вид мамиллярия, и это тоже мамиллярия. Но вид мамиллярий вот этих я не знаю, под вид. Так, это кактус полаския чечепе. У меня он не цвел. Вообще все кактусы цветут. Все без исключения. В естественных условиях они цветут все. Но в комнатном выращивании цветение дождаться от некоторых видов очень сложно. Потому что, допустим, вот этот вид полаския чечепе и вот этот эхинокактус грузони, они зацветают только ближе к 30 годам. Я столько не проживу. Так, это мамиллярия. Вот она. Это про которую я рассказывала, когда дочка мне прислала фото ее цветения. Мамиллярия бокасская. Колючки у нее. Иголки у нее. Смотрите, какие крючкообразные. Вот видно. Крючки. Очень опасный кактус. Если зацепился, вы его из кожи не выделите. Либо выделите вместе с иголкой. Вот так он защищается. Детки образовываются при разрыве плоти материнского растения. То есть происходит разрыв плоти. Вот здесь. Ну, внизу там. Выше. Сбоку. И из этой плоти уже вылезает детка. Если вот у эхиноксиса детки образуются просто на конце ребер, то там происходит разрыв плоти. Вот это тоже кактус. Ну, я тоже думаю, что это мамиллярия. Под вид не знаю. Он у меня не цвел. Не знаю, зацветет ли вообще. Мамиллярия все цветут. Должен зацвести. Тесно им тут. Этот тоже тройной. Не знаю. Иголки у него как щетины. Такой очень своеобразный кактус. Интересный. Вот такие. Вот, сфокусировала. Смотрите, какой он интересный. Щетина жесткая-жесткая. Так. Это мамиллярия элангата. Очень симпатичный кактус. Очень яркий, нарядный. Цветет белыми цветочками. Небольшими. Ну, как у всех мамиллярий. Такой рыженький. Прикольный. Так. Это вот. Вот. Лохматенький. Я его покупала мизерным-мизерным. И на нем были глаза. Они где-то у меня валяются в каком-то горшке. Глаза этих хотела отодрать, но не получилось. И поэтому. Рос он, наверное, года два с этими глазами. Потом они постепенно сами отвалились. Потому что воздействие солнца, клей, видимо, срок годности истек. И они отвалились. Чему я очень рада. Я вообще не люблю, когда уродуют кактусы и растения. Лепят сухоцветы вместо цветения. Причем лепят в точку роста. Заклеивают точку роста растению. Также окрашивают растения. Но это вообще просто издевательство. Это равносильно тому, как я поливала вот этого Василия. Много лет назад. Через день. Этот лохматый кактус называется ипостата. Это мамиллярия пролифера. Вот у меня есть такой кактус с рыжими колючками. И вот еще мамиллярия пролифера с рыжими колючками. У того темные. У них даже внешний вид как бы разнится. Этот такой рыженький. Общее впечатление. А этот сероватый. Они постоянно цветут. Эти виды постоянно цветут. И образуют плодики. А в плодиках уже образуются семена. Плодов очень много. Когда они покрывают растения. Вот как сейчас видно на камеру. Получается очень красиво. Такой он яркий, нарядный. Причем плоды эти съедобные. Я читала, что из них даже варят варенье. Но я не пробовала из них варить варенье. Но на вкус я попробовала. Мне же надо тоже все попробовать. Кисленькие они. Не горькие, не сладкие. Кисловатые такие. Ну приятные плодики. Можно есть свободно. Не умрете, не отравитесь. А это вот его цветочек. Уже отцветает. И вот тоже. Вот он. Не фокусирует. Ну вот примерно так. Желтая серединка у него. Так. Это подвид. Не знаю как называется. Подвид. Эхинопсиса. Это эхинопсис. Подвид не знаю. Даже не знаю как цветет. Каким цветом. Он у меня еще не цвел. Только вот детей рожает и рожает. Так. О чем я еще не сказала. Не сказала я вот об этих еще. Это тоже какая-то мумилярия. Смотрите какие мощные крючки. Опасный кактус. Очень опасный. Это два гимноколициума. Цветут они малиновыми цветами на длинных ножках. Красивые. И здесь у меня три эхинопсиса. Вот эти два эхинопсиса, которые по бокам в этом году тут цвели. Невероятно красиво. Невероятно ароматный запах. Бутоны огромные. На ножке наверное сантиметров 12-15. Раскрывается большой-большой граммофон. В диаметре, так как растения еще небольшие, растения в диаметре у меня сейчас 9 сантиметров. Это в самой широкой точке 9 сантиметров. Тут вообще поменьше. Вообще считается, что эхинопсисы зацветают на 5-й год жизни. Но мои зацвели наверное на 3-й. Вот с 3-го на 4-й зацвели. Ну потому что им были созданы хорошие условия. Они на улице стояли. То есть условия были приближены к естественным. И вот эти граммофоны распускаются ближе к ночи на закате. Начинают раскрываться. И распускаются. И начинают давать свой аромат из цветов. Ближе к ночи. Тогда, когда уже темно. Я помню подошла к окну. И почувствовала какой-то запах. Думаю, господи, откуда он такой классный. Вынула москитную сетку. Выснула голову на полку. И увидела его. И кинулась скорее фотографировать. Но потом днем еще нафоткала. Там море фотографий. Большие розовые граммофоны. Невероятно красивые. Вообще. Но держатся конечно цветы эти очень мало. Сутки максимум двое. Но все равно это того стоит, чтобы увидеть цветение хинопсиса. Вот это был обзор моей коллекции кактусов. Редких видов у меня нет. А все, что есть, я вам показала. Друзья, у меня к вам просьба. Пожалуйста, подайте мне идею, о чем можно рассказать. Если честно, у меня уже даже не возникает никаких идей. Про какое растение можно рассказать. Вообще, про какие-то там факты. Если кого-то что-то интересует. Пожалуйста, задайте мне вопросы. Я сделаю видео на эту тему. У меня иссякли все идеи. Вроде я рассказала обо всем в нескольких видео, о чем можно. Ну, вот это был обзор моих кактусов. Все. Желаю вам, чтобы ваши кактусы не болели. Чтобы всегда оставались хорошие. И не допускайте, пожалуйста, Такого обращения, как я обращалась с моим Василием лет, наверное, 11, может быть, даже 12 назад. Они прощают ошибки, но не всегда. Мой Вася меня простил. Ну, все. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok